Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видная ТВ» программа «Все грани мяча». Сколько грани у мяча? Да ровно столько, сколько болельщиков футбола есть по всему миру. В ближайшие 45 минут мы будем с вами говорить о чемпионате России, Лиге чемпионов, Лиге Европы, ну и, конечно же, наше сборное, которое уже через несколько дней соберется для того, чтобы сыграть матчи сборной команды России. Итак, позвольте представить Сергей Буслаев, Константин Щербиненко, Евгений Воронин и Илья Рознобрат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну что ж, чемпионат России. Я уверен, что все мы с небывалым интересом смотрим, как выступают наши любимые команды. Каждый из нас, в том числе и тот, кто сидит сейчас у экранов своих телевизоров, болеет или переживает, или сопереживает тем или иным командам. Давайте узнаем, как они сыграли в чемпионате России в 11-м туре. Итак, Ахмат выиграл у Рубина. На мой взгляд, предсказуемый результат. Амкар неожиданно победил СКА Хабаров со счетом 3-0. Краснодар, Зенит, центральный матч 11-го тура 0-2. Ростов проиграл Локомотиву на последних секундах матча. Уфа победила Арсенал, Урал 3-1 выиграл Тосна, Спартак Анжи уже становится популярным, этот счет в игре этой команды. Ну и самый скучный, самый, наверное, ну не знаю, назову это неинтересный матч, может быть, ну по крайней мере для тех, кто не болеет за Динамо или за ЦСКА. Это счет 0-0. Итак, друзья мои, какие есть по этому туру свои такие общие, общие высказывания? Илья, давай, высказывайся, общее твои впечатление. Было что-нибудь в этом туре для тебя необычного, более интересного и впечатлил какой футбол, какой матч? Ну, впечатлила веселая команда, конечно же. Я даже стесняюсь спросить, а что у нас за веселая команда? Это, конечно же, с ромбиком, знак у нас. Футбольный клуб. Спартак был в своем репертуаре. Ну, на самом деле, мне Спартак нравится, я хочу признаться. Мне Спартак нравится, потому что на него весело смотреть. Да, мне нравится. Не только потому, что он не показывает результаты, я помню, 4 очка до переходных матчей. Ну, на Спартак даже вот мы смотрели игру Стосна. И вел Спартак 2-0, в большинстве он был. И моя подруга, агроном, будущий агроном стадиона «Локомотив», кстати, сказала, подожди, я уже хотел выключить. Она говорит, нет, подожди, сейчас Спартак пропустит. И надо же, пропустил, причем по делу пропустил. Пропустил по делу. Кстати говоря, Константин, понятно, что «Локомотив», мы говорили о том, что каждый переживает за ту или иную команду. Можно сказать, я хочу просто сейчас предложить нашим телезрителям напомнить, как состоялся матч и каков результат матча «Краснодар-Зенит», прежде чем мы перейдем к обсуждению более конкретных матчей. Итак, «Краснодар-Зенит», центральный матч тура 0-2. Мы с вами, я знаю, что мои коллеги с других телеканалов также говорят о том, что все, друзья мои, свет погашен, «Зенит-чемпион». Сергей, ты соглашаешься с нашими коллегами, футбольными экспертами, специалистами? Наверное, да. Потому что, судя по игре «Зенита», то «Зенит» действительно сейчас показывает чемпионскую игру. Он берет очки, которые нужны ему, очки. На выезде два очка, тем более этот матч был, как мы говорили до этого, на прошлой передаче, это матч за шесть очков, потому что первая команда со второй. Встречалась, и «Краснодар» был ближе всего к «Зениту», мог сократить или догнать там, да, даже перегнать. Но, как видим, «Краснодар» не показал той игры, которую от него мы ждали все болельщики, думали, что будет матч более интересный. Но вот пропустив два мяча, и как-то вот игра на этом закончилась. Я с тобой полностью соглашусь. Почему? Потому что мне показалось, что «Краснодар» вышел на эту игру недонастроен, какой-то недооценки соперника. Играли вольготно, не было какого-то накала в их игре, борьбы, учитывая, чтобы полный стадион, учитывая, что играли с главным претендентом и так далее. И так далее, и так далее. Экспериментальные какие-то либо зарисовки. Ну, кто новички, имеется в виду, кто пришел только в команду. Да, ведь в том числе Манчини сделал уже впервые ставку на «Дзюбу», да, он никогда не играл в полноценные встречи. А здесь он прекрасно себя проявил. Прекрасно себя проявил, и можно сказать, что «Зенит» идет по своей чемпионской дороге. Еще, Костик, добавлю одну минуточку. Они «Зенит» закрыли, главное оружие Краснодара – Смолова. Ему не дали, ему вообще не было. Моментов не было, его не видно было. И получилась атака Краснодара без зуба. То есть, без Смолова не дали. Я хочу узнать, друзья мои, команда «Краснодар» идет, я даже скажу, поступательными, такими движениями, шагами идет к тому, чтобы превратиться в суперклуб. Ну, команду, которая будет участвовать в Лиге чемпионов. Согласен, согласен. Но что в этой команде делает Подберезкин? Вот просто вот, что в этой команде делает человек по фамилии Подберезкин? Человек, который, ну, я не знаю, на матч с «Зенитом» вышел, как будто он вышел против «Носорогов». И то, я уверен, что наши володарские «Носороги» показали бы ему более класса. Хочешь сказать, что уровень Подберезкин на Урал, да, предыдущий клуб? Да, конечно. Я не согласен в какой-то степени, Олег. Просто Подберезкин, все-таки, наверное, в нашем понимании, это молодой игрок, который не может из игры играть. Ну, как он молодой? Ему только 25, наверное, 26 лет уже. 24, 23, не старше. Просто на его фоне тот же самый Алексей Миранчук, да, если условно сравнивать, совсем другую игру показывает. А Подберезкин в отдельно взятой игре может выстрелить, скажем так, если ты как бы… Просто вот сравнивали те же самые защитные линии у «Локомотива» и «Краснодара». Вот именно в плане защитных линий «Локомотив» смотрится поинтереснее, нежели «Краснодара». У «Краснодара» прекрасная линия атаки, но не всегда тоже она выстреливает. И мне кажется, здесь главная ошибка – это тренерская ошибка. Он не может целенаправленно, да, вот Игорь Шалимов целенаправленно команду как бы настроить или тактически как-то подсказать им. Потому что играя команда… Хорошо, почему сразу в Андерсона не вышли? Почему сразу… Да? Сорвался язык? Да, еще нет. Я про другое. Он говорит «Оборона». Ну «Оборона»… Посмотри, у «Краснодара» оборона, там оборона, все игроки сборной. Там иностранцы, смотри, все играют где-то в Исландии. Гранд Твисты, да, и прочее. Они все сборные, они нормальные защитники, добротные. Я не знаю, почему так играет «Оборона». Ну как играет «Оборона»? Потому что как играет нападение с… Ну вот условно в этом отдельном матче «Краснодар-Зенит» я мог видеть 2-3 еще 100% момента «Зенита». Но там вот выручил именно вратарь. Прекрасно сыграл, да. Но как бы не было видно, что именно защита, на мой взгляд, она оставляет жевать лучшую. Еще оттуда Александр Бубнов, кто смотрел, ну там по телевидению выступал, он поставил 5 с плюсом «Кокорину». Ему говорят «Ну как же так? Он же не забил». А он говорит «А вы посмотрите, как он работал, как он двигался по полу, как он отдавал тройку». Ну а легкость игры чувствуется, что «Кокорин» немножко разбежался. Да, его убрали, а правда он в «Сборной» играет. Давай уже тоже вступай в разговор. А что вступай, все говорят по делу. А, все говорят по делу. Тогда хорошо. Тогда скажи мне, раз говорят по делу, ну «Спартак», наверное, уже точно нет. Кто из команд способен к «Зениту» приблизиться, если уж не по набранным очкам, то хотя бы по игре? Сложный вопрос хочу сказать. Я бы, может быть, сказал, что «ЦСКА» может приблизиться, но в последних играх, что в «Закубок», что в матче с «Динамо», наверное, мы еще будем, да, этот матч обсуждать. Я не вижу, чтобы мы показываем такую живу, которую мы можем. Жень, ответ, кто финансово подойдет близко к «Зениту»? Нет, ну посмотри, допустим, нет. Нет, ну никто на протяжении 10 лет, никто к «Зениту» близко даже к финансово не может подойти. Сейчас они укрепились, ты посмотришь, мы же говорили на прошлой педагоге, что у них 2,5 состава, 2,5 полноценных состава сидит на лавке. Тем не менее «Зенит» разительно отличается от предыдущих «Зенитов». Да, да, вот я согласен совершенно. Отличается уверенностью. Смотрите, отличается уверенностью, я соглашусь, но мы не объявили о том, что на прошедшей неделе состоялись матчи кубков, да, 1-16 кубка России, матчи были, и, внимание, из 16 команд, которые стартовали в этом турнире, 10 команд премьер-лиги вылетели в первом же раунде. Это о чем говорит? О том, что либо кубок никому не нужен, либо о том, что команды «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «ЦСКА» – это недокоманды. Нет, не согласен здесь, Олег. Почему? Мы сейчас тебе аргументируем. Давайте аргументируйте. И еще обращусь к нашим телезрителям, телефон его видите на своих экранах, звоните с аргументами. Олег, здесь, наверное, больше всего относительно кубку с боевым настроем, да, и стартовым составом отнесся московский «Спартак», потому что, в принципе, это была основа команды, которая играет и в Лиге чемпионов, я больше чем уверен, все выйдут эти игроки, которые были в кубке. У «Локомотива», тем более у «ЦСКА», у «Динамо», вот Сережа ответит, было, ну, наверное, 50 на 50 состава основного и вот резервного. Соответственно, не было видно, что не было какого-то недонастроя или кубок не нужен. Кубок нужен. Не нужен. И «Локомотив», и «Динамо» в том числе. Не нужен кубок. И «ЦСКА» все они боролись практически дополнительное время. Никто не боролся, кроме нашего телезрителя, который уже дозвонился до нас. Добрый вечер. Да, вечер добрый. Поздравляю всех с начала Лиги чемпионовской недели, очередной. Это правда. Второй, да. Привет большой Евгению, это Анатолий Старец. Про «Спартак» говорить не буду, потому что «Спартак» разобран, половина состава травмирована, либо отбывает дисквалификацию. Хочу спросить по «ЦСКА». Понятно, что у вас есть «Анопка», это козырь против игры «Спартака», но какой козырь будет против игры «Манчестер»? Потому что, мне кажется, это все-таки будет определяющая игра в Лиге чемпионов. Неопределяющая. И хватит ли запаса «Гончаренко», потому что в среднем забивает один-два мяча чемпионат России. Против «Манчестер» это может не прокатить. Будьте добры, прокомментируйте. Спасибо, спасибо большое. Сейчас подойдем? Да, да. Подойдем, да, запоминаем, что хватит ли... Да, пожалуйста, про свою... Я с Костю, Костю, выставил... Да, в некоторых командах, ну, практически больше половины команд, даже 80% команд выставили наполовину состава, ну, молодежь разбавили, да? И все проиграли. Проиграли вторым... Из второй лиги командам, из первой лиги там были команды, да, они проиграли им. Значит, о чем говорит, Олег, это получается? Говорит о том, что сидят люди, которые на лавочке, да? В резерве. В резерве. Они слабее ФНЛ и слабее второй лиги, понимаешь? Вот СССР играл с Кахабаровской, только в конце с Кахабаровской годовили. Женя, они должны показать себя раз, показать себя раз, выйти и сказать, к тому же Гончаренко, смотри, как мы играем. Как мы играем, так точно, так точно, с тобой полно согласен. А вот я думаю, что если бы все вот эти команды, которые выиграли, которые в премьер-лиге, они вышли бы в весну, я думаю, весной бы уже были игры, и играли бы основным составом. Возможно. Нет, это 100%, я говорю, на самом деле, понимаешь, Олег, я смотрю на вас, мне смешно, на ваши аргументы. Аргументы, аргументы слушайте, да, СССР частный клуб, правильно, зарабатывает деньги своим трудом, никаких дотаций нету. Где он будет деньги брать? В чемпионате, в Кубке России? В Лиге Чемпионов. В Лиге Чемпионов он будет брать. Он что же, пошлет играть с Курском, ну, Головин там не играл с Динамо, поэтому, основной состав, который может травмировать. Если в Лиге Чемпионов за каждую игру дают по полтора миллиона рублей, это получается 100 миллионов рублей на наши деньги. Это можно содержать школу год целый, спортивную, детскую, понимаешь? А вот это уже аргумент, 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 но неубедительный, по крайней мере, для меня. Может быть, для вас? Звоните. А как вам такое предложение по Кубку, чтобы победитель Кубка попадал в Лигу Чемпионов? Ну, вот как локомотив в этом сезоне. Я не в Лиге Чемпионов, а в Лиге Чемпионов. Нет, как Лигу Чемпионов обладели Кубкой Лиги Европы. Спартак-то потому и выставил, потому что Спартак, посмотрев на таблицу, понял, что бороться тяжело будет ему. Даже за тройку может быть. Сейчас Лига Европы ожидает победу. Получается, Спартак может пролететь мимо Лиги Чемпионов. Ты хочешь сказать, что Спартак даже в шестерку не попадет? Возможно. Можно, конечно. Ну, все может быть. Поэтому, сделав ставку на Кубок, смотрите, карьера выигрывает чемпионат в этом году, да? А в следующем выигрывает Кубок. А через год Лигу Чемпионов. Как хорошо, да? Ой, боже мой, ваши уста, как говорится, да богу. Ваши слова, да богу. А у нас есть звонок телезрителя, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Я знаю, что вы не обманетесь, скажете прямо. По Спартаку я с Сережей вполне согласен, что Спартакову ничего не следит уже в первых редакторах сказать. А хотя бы Кубок это будет хоть что-то. Да, трофей. Трофей. А что касается всего остального, мне кажется так. Во-первых, и не нужен Кубок. И надо сказать, что вторые составы, они и есть вторые составы. Они хуже, чем ФНЛ. Я смотрел, скажем, многих, в том числе и армейцев, но это бред какой-то, а не игра. Это больше, чем бред. Просто у нас эфир, мы не можем сказать другими словами. Рамки, да. Я говорю, они не умеют и не хотят. Не хотят. Во всяком случае, я не увидел, что они к чему-то стремятся. Я думаю, что и остальные болельщики других клубов точно так же. Да, да, да. И Динамо, и прочее, и прочее, и прочее. Ужасно. Да. Спасибо. Спасибо, Юрий Сергеевич. Спасибо. Еще, да, ну, пообщаемся, да, когда будем говорить о командах. Давайте переходим. Все, мне хочется забыть, как страшный сон. Эти кубковые матчи. И так мы уделили, на мой взгляд, чересчур много внимания, уж тем более этим бездарям, которые вышли на матче 1-16 финала Кубка России. Переходим к матчу. Ростов-Локомотив. Скучная игра. Не согласен. Да, Локомотив победил, забил на последних секундах. Но, на мой взгляд, игра была абсолютно без ворот, игра была абсолютно без моментов. То есть, каких-то ярких спасений вратарей, штанги, нереализованные моменты. Ничего этого, да, Константин, ничего, ничего этого не было. Во-первых, это были прекрасные скорости. Послушаем вместе и посмеемся. Олег, вот даже после я смотрел тот же самый матч Краснодар-Зенит, после Ростова-Локомотива. Обе встречи посмотрел, они друг за другом шли. Совсем разные скорости, разный уровень борьбы. Если же в матче Краснодар-Зенит все было, в принципе, ясно и понятно после двух забитых, то тут страсти кипели. Какие страсти? Где? На соседней улице от стадиона? На левом берегу Дона? Ребята, вот там страстики пили. С раками, да? А на стадионе их не было. Нет, были, Олег. Были разные выпады и у Локомотива, и у Ростова. И Ростов даже в какой-то степени взял первый тайм, а Локомотив полностью перестроился и играл во втором тайме. Костя, 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 я Олега поддержу. И это наши все, все наши вот эти вот трудные моменты, борьба в совокупности позволила Семину выпустить, как мне кажется, сделать решающую замену, выпустив Эдера, новичка команды. И он забил свой первый гол в чемпионате России, чем его можно поздравить. И это важнейшие три очка на выезде. Ну и на секундочку, этот автор золотого мяча, победного, да, сборного, да, на чемпионате Европы. Добавлю к этому матчу, Олег, я тебя полностью поддержу, потому что при... Потому что на нашей стране правда. В ЦСКА, ой, в ЦСКА говорю, извините. Чуть меня понесло. И что так сразу в ЦСКА, да? Локомотив, да. Локомотив, потеряв Ари, каком в третьем туре, да, не потеряли Ари. Игра Локомотива действительно стала очень интересной. Действительно, смотреть ее тяжело. Очень натужная, натужная какая-то игра идет. Да, мы говорили, набирают очки. Где-то везло. Где-то вот в этом матче, допустим, я считаю, что очень повезло. Локомотив долгое время не забивал. Это хорошо, хорошо, понимаешь? Я очень рад за Локомотив, что повезло ему именно в этом матче. Потому что... С Амкаром, например, нам не повезло. Мы проиграли. В следующей игре им должно не повезти, я думаю. Я даже боюсь представить, с кем играет Локомотив в следующей игре. Но я точно знаю, с кем мы пообщаемся в данную секунду. С нашим телезрителем. Добрый вечер. Еще раз, Юрий Сергеевич. Олег, а ты знаешь, а мне ничего не понравилось из того, что все я видел, из того, что показывали. Турк. Мне не понравился только «Зенит», который сделал счет, а дальше играл по счету. Да, Юрий Сергеевич, правда на нашей стороне. Мне понравился, который хотел выиграть и выиграл матч. Да. Краснодар мне совсем не приглянулся. Нет. Абсолютно. Смолова закрыли, и всех остальных закрыли. А то они ничего не создали. Ни одного момента. Ну, как же можно выиграть, когда за первый тайм ни разу не попали в створ в ворот? Да. Так о чем говорить? Откуда мечи-то возьмутся? И второй тайм такой же скучный был. Я еле-еле досмотрел уже так. Уже все было ясно, что вопрос был только в счете. То, что «Зенит» выиграет, было понятно. Вопрос только окончательного счета. А в те остальные матчи, что с ЦСКА, выпали два игрока у армейцев. И игра пошла не та совсем. Нет Головина, нет Фернандеса. Все. Все. Игра такая была, вяленькая. Ну, лишь бы не проиграть. Ну, не проиграли. Ну, и не показали ничего. Да, ну, спасибо большое. Да, Фернандес. Сразу вспомнился Луи Дуфюнес. Вот примерно так же. Мне было смешно смотреть как на Луи Дуфюнеса, так и на игры 11-го тура. Олег, можно, да, в заключение? В заключение. Есть заключение. Именно про этот матч «Ростов-Локомотив». Просто многие болельщики, в том числе и группы социальные, администрации, пишут о том, что «Локомотив» немного другая команда, нежели была в том сезоне. Если вот как раз-таки в том сезоне, когда уже примерно после 15-го тура было все понятно, что очень будет сложно цеплять какие-либо еврокубковые места, то была ставка сделана на кубок, и кубок был выигран, как бы взят, да, против Урала в Сочи. Соответственно, здесь, мне кажется, многие шансы, мне интересно вот и твое мнение услышать, есть ли шансы «Локомотива» дальнейшими темпами попасть в Лигу чемпионскую зону? Я попрошу напомнить мне, у нас в следующем году три играет команда «Локомотива». Три лига чемпионов, да. Точно три, да? Ну, две напрямую, одна. Тогда я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что в тройку, мне кажется, «Локомотив» не будет. Мне кажется, будет «Зенит», «ЦСК», «Краснодар» и «Четвертый локомотив». А финал кубка «Тосна» с «Кхабарус» правит. «Тосна» и «Динамо СПГ», друзья. Друзья мои, давайте немножко затронем матч «Спартак-Анджи». Ну, может быть, «Спартаковским» болельщикам интересно, что мы скажем по этому матчу. А может быть, и болельщикам «Анджи», благо они тоже у нас есть. Интересно узнать наше мнение об этом матче. Итак, два-два. Ты смотрел эту игру «Спартак-Анджи»? Я смотрел только в «Анджоре». Просто там многие спорные моменты были по поводу «Одиннадцатого». Был, не был. Вот я, честно, могу сказать, что там то, что люди говорят типа «Сто процентов», это точно нет. Там усмотрение судьи. Жень, ты судья международной категории. Межгалактической категории был пенальти? Не был. Конечно, не был. Ну, потому что мы люди, которые разбираемся в футболе. Ну, это футбол, понимаешь, пока не ведут повторы, ничего мы с этим не... Мне понравился комментарий тренера «Анджи». Напомните мне фамилию. Гаджи? Не-не-не. Гус? Гус? Фидер. Он сказал молодец. Он сказал после матча, что у нас украли победу. Мы должны были выигрывать вообще-то. Мы и по игре были сильнее. И такой уверенностью, ну, действительно, то, что творил «Спартак» во втором тайме, это вообще было... Ну, а что «Стос» на втором тайме? Я смотрел, думал, господи, а как же вы, ребята, будете сейчас с англичанами-то играть? Что будет? Как будет играть «Спартак» с англичанами, мы узнаем буквально через час, для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, да? Ну, а мы переходим к следующему матчу. Переходим к следующему матчу, это «Динамо» ЦСКА. Счет на табло зафиксирован 0-0. Ну, вот, в общем-то, и все, о чем я хотел бы в этом матче поговорить. Это суперматч, это стратегия, азар борьбы. Расскажите мне, человеку, который первый раз увидел футбольный матч. На этом я не видел ни одного футбольного матча. Теперь расскажите, почему я должен был после просмотра этого матча полюбить футбол? За то, что ты выспался. А, вот понимаешь? Удалось полтора часа спать. Не, я посмотрел первые 15 минут и понял, что мы не проиграем. С восьмой минуты было понятно. ЦСКА начал ходить пешком, и вот Юрий Сергеевич сказал про Фернандеса, да? Там и до Фернандеса пешком они ходили. Там и при нем не бегали. Я думаю, интересно. И вот интересная тактика, да? ЦСКА пешком дошел до Динамской штрафной, что-то попинали-пинали. Потом пошли к своей. Сами же уходят в своей штрафной. Динамо пешочком приходит к ним, что-то там разыгрывает. И вот так вся игра, понимаешь? А моменты вообще были? Сереж, а так Евгений же постоянно говорит, кубок ничего не принесет. Мы специально выставили второй состав. И тут матч с Динамо играет основной состав. И я вижу тоже. Мы готовимся к Манчестеру Юнайдеру. А теперь я их почистил. А завтра мы посмотрим, как вы приготовились к Манчестеру Юнайдеру. Посмотрев игру ЦСКА, я футбол не полюблю никогда. Луценко в конце на 91-й минуте. Сереж, Динамо понятно. Мы говорили, что турнирные задачи, которые ставит руководство, они не те, которые у ЦСКА. Если я не ошибаюсь, Динамо не забывает уже 5 матчей подряд. И наш друг, коллега, соратник земляк Юрий Розенов сказал, что Динамо это команда Робин Гуд. Они у богатых отнимают, бедным раздают. В этом году так получается. Почему не удается забить? Ну как тренер говорит, на тренировках мы тренируем. Не получается. Нет такого форварда, наконечника, который может забить. И тот же Панченко получил травму, который издалека мог бы ударить. Там, допустим, проверить того же Акимфеева. Здесь они подходят. Есть более комменционная игра, кстати, у Динамо. Вы-то не видели так, не всматривались. А игра-то действительно, они начали по краям. Вы-то не сматривались, что у Динамо есть игра. Я согласен, Далек, ты спал. Вы-то в это время спал. Я-то не бодрствовал. Поэтому я смотрел, что игра-то командная, более такая, действительно, стала более командной. Больше пасов, больше какой-то мысли появилось. Между защитниками. Но завершения не было. Да нет, ну я же для своих смотрю какой-то. Да вас Юрий Сергеевич, вас уже называли. Юрия Сергеевича на вас нету. Он же он бы точно сейчас сказал бы по этому матчу. А ЦСКА, ЦСКА сами минали. Я не знаю, по ЦСКА он Жене скажет, что. Хорошо. Женя, скажи по ЦСКА, ну что же это за тягомотная команда? Почему тягомотная? Была такая передача. Нормальная, хорошая команда. Играли по сопернику, который не играл. Сопернику играли. Нет, ЦСКА, знаешь, как их слышали. Мы должны были заставить бегать ЦСКА. Вы должны были идти вперед, а вы не хотите... А Динамо, при чем виноват? Они не хотели, другие не могли. Хорошо, Юрия, скажи, пожалуйста, ты выходишь в стадион, смотреть свою любимую команду, говорится, вживую. Вот скажи, положа руку на сердце, не было бы тебе жалко денег, потраченный на игру Динамо? В кассе должны выдавать обратно. По-моему, уже болельщики армейцев должны потихоньку привыкать, что ЦСКА есть дух, есть характер, а атакующей игры пока нет. Вот настоящий армеец. Понятно. Сейчас Юрий Сергеевич позвонит и скажет. Знаешь, как сейчас ЦСКА играет? Не забили, не проиграли. Возможно, это главное счастье для болельщиков ЦСКА. И, наверное, завтра не забьет, не проиграет. Отлично. Друзья мои, переходим. Поговорили мы об 11-м туре чемпионата России. Ну, действительно, на мой взгляд, только одна команда нас порадовала своей игрой и результатом. Это «Зенит» достойно, уважаемо и целенаправленно идет к поставленным задачам. Это к чемпионству в России. Итак, посмотрим турнирную таблицу, которая образовалась после 11-го тура. На первом месте у нас «Зенит». Дальше идет «Локомотив». «Краснодар» ЦСКА где-то плетется в конце первой пятерки. Ростов, Урал. Ну и замыкает восьмерку. Замыкает восьмерку с 14 очками «Спартак». Ну и дальше у нас, да, команды, которые... Плотненько идут. Плотненько идут, да. Ну, я хотел бы заметить, да, вот у нас, я такую раскрою маленькую тайну, у нас среди участников нашей передачи есть своя группа в одной из социальных сетей, и вот где мы общаемся, и у нас Сергей говорит, нам 4 очка до «Спартака». Так что я ему говорю, у вас 2 очка от первой лиги. Ну, в общем-то, да, вот так вот разделяются оптимисты и пессимисты. Оптимисты-динамовцы говорят 4 до «Спартака», а пессимисты 2 до зоны вылета. Ну, четверка уже известна, Олег? Я думаю, что да. Вот вы же, я же перечислял ее не случайно, не случайно перечислял, я думаю, что четверка уже... А Терек никто не рассматривает? Терек никто не вмешается. Ну, кто? Ахмат, да, Ростов. Нет, ну, ребят, мы все знаем Ахмат во втором круге, она... Спартак только может прыгнуть на 5-е место. Соглашусь. Самое высокое место. Спартак может прыгнуть на кубок, я вам сказал. Кубок и 5-е место. Вот его цель, я думаю, в этом году кубок. Соглашусь. Ну что ж, давайте посмотрим, на что может прыгнуть «Спартак». Ну и остальные команды уже в следующем, 12-м туре. Играют у нас «Арсенал», «Краснодар». Скахабарес-Крастов, Тосна-Ахмат, Рубинам-Карс, Партак-Урал, ЦСКА-Уфа, Локомотив-Динамо и Анжи-Зенит. Честно скажу, нет центрального матча в 12-м туре. Локомотив-Динамо, Московская Динамо. Что, простите, я слышу голоса из прекрасного далека. Ты что, не хочешь выспаться на полтора часа отличного сна? Приходите, друзья, все на чертки, заводим всех рады и разделим эту победу вместе. Для динамовцев билеты 399 рублей почему-то. Женя, скажи, ты согласишься со мной и со своими коллегами о том, что матч «Локомотив-Динамо» – центральный матч тура? Все, что было перечислено, наверное, я соглашусь все-таки, что это задрание матч тура. По каким критериям? Первое и последнее место. По каким критериям? Просто то, что это дерби. Ну, то, что вывеска, «Локомотив-Динамо» – да. То есть это касса, да? Да, да, афиша – касса. Да, афиша – касса, все понятно. И по игре. Может быть, веселый матч, в принципе. Вот у ЦСКА у Флат тоже хорошая вывеска. Да. Играет ЦСКА, Симак. Симак, да, да, да. Хорошая вывеска, обязательно поедем, поддержим. Догласен. Следующий вторник, следующий вторник собираемся здесь же и у экранов наших телевизоров будем обсуждать матчи 12-го тура чемпионата России. Ну, а пока, пока эти матчи не состоялись, нас буквально через несколько минут ждет самое увлекательное пиршество и самые увлекательные футбольные матчи Лиги Чемпионов. Итак, сегодня, для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, буквально сегодня Спартак принимает Ливерпуль, ну, а ЦСКА завтра примет Манчестер Юнайтед. Последний раз две английские команды одновременно были в Москве. В каком году, кто вспомнит? В 2009-м, наверное, моя ставка. В 2008-м. В 2008-м году, когда... В 2012-м, моя ставка. В 2008-м году, когда финал Лиги Чемпионов проходил в Москве, и две команды из Англии были у нас и играли в Лиге Чемпионов. Вливень такой. Олег, согласись, что вот это вот реально большие вывески в Москве, кто, например, хочет практику языка пройти, приезжайте просто на стадион ЦСКА-арены и на открытие арены, просто пообщаться с болельщиками, так скажем, передать опыт. Ну, я просто обсуждал, читал все различные чаты. А тут, в принципе, не забываем, что в Москве, в Питере будет и Манчестер, и Ливерпуль, и Реал Соседа тоже, наверное, самая главная команда приедет в Питер. Потому что они будут между собой решать задачи. Ну, если Соседа мы зачеркнем, а оставим только Реал, то, в принципе, да. Это была бы вообще, конечно, песня. Все-таки больше, не знаю, как вы, коллеги, ну, больше, конечно, ходило именно не про какие-то либо там составы, да, там, условно-тактические какие-то схемы, которые будут одна и другая команда, да, там, своему сопернику что-то показывать, навязывать. Да, тут больше были комментарии про билеты, билеты, где взять билеты, перекупщики и так далее. И это, конечно, не очень приятно, потому что, условно, и по радио я тоже слушал какие-то космические цены выставлять на эту встречу. Ну, буквально сегодня с Сергеем общались, да, на эту тему. Мы говорили о том, что спекулянты предлагают на матч Спартак-Ливерпуль порядка 25 тысяч рублей. СССР тоже. Да, СССР тоже за эту сумму можно попасть. И мы тут посчитали, да, что за эти деньги можно смело съездить либо в Ливерпуль, либо в Манчестер, да, и посмотреть этот матч на тех стадионах, да, на выезде, да еще и с проживанием. Сергей, ну вот вторую передачу подряд у нас нету представителя Спартака, они по телефону не звонят, видимо, все уже настраиваются. У них, как это, Евгений Ильич, называется? Нулевочка. Нулевка. Нулевка у них сейчас. Сергей, скажи, пожалуйста, Ливерпуль или Спартак-Ливерпуль? Есть у Ливерпуля шанс победить Спартак? Да я думаю, да. После матча с Анжио и Олегом. И стосно. Они восприяли душу. И стосно, да, понимаешь, но вот... Нет, я задал вполне серьезный вопрос. Не нравится мне оборона Спартака, понимаешь, я больше всего за нее волнуюсь. Тем более у них проблемы, не будет промеса, не будет еще кого-то там, да, у них травмированные игроки есть. И поэтому тяжело очень будет Спартаку. Тем более мы знаем, что Камбаров и Ещенко как защитники не очень сильны. Но об атаке они любят навешивать. А навешивать игрокам, английским игрокам, это бесполезно, я считаю, занятие. Потому что они играют отлично. Мы им вне поля навешиваем. Мы все смотрим чемпионат Англии, да, там... А то, что промеса не будет, это уже стопроцентно. Ну, Толик сказал, что по предварительству... Даже запаснее. Если честно, коллеги, эксперты, я, вот, честно, ну, какое-то есть такое чувство чуда. То, что Спартак, ну, если не выиграет, ну, по крайней мере, покажет красивую, прекрасную игру. И в том, что ЦСКА не знаю, все-таки Манчестер сейчас на таком подъеме. Согласен. Вот, а вот Ливерпуль тоже, он на выезде выиграл Лестер в Сити. Три мяча, три-два, там такая тоже веселая игра была. Ну, а Спартак любит тоже веселую игру, вот, Илья тоже в начале сегодняшнего эфира это сказал. Нет, Спартак любит не веселую игру, сам Спартак веселая команда. Просто не знаю, ну, есть такое чувство, Олег, что Спартак может сегодня как-то из штанов выпрыгнуть и показать классную игру. Ну, хотелось бы сказать, что... Ой, я не знаю, мне бы сейчас, мне бы дожить бы до следующего фроника, что называется. Да, понимаете, чтобы в прямом эфире сказать, о, Спартак, свершилось чудо, Спартак обыграл Ливерпуль. Ну, в принципе, до матча-то мы не знаем, какой будет расклад. Понятно, это да. Жень, ЦСКА Манчестер, Константин уже сказал о том, что действительно Манчестер сейчас на подъеме. Это уже не та команда, которая была там 2-3-4 года назад, когда она достаточно неуверенно себя чувствовала. Сейчас Манчестер идет в первое-второе место в английском чемпионате. За счет чего ЦСКА собирается отбирать очки у Манчестера? За счет той игры, которую показывает ЦСКА? Да нет, на самом деле, если ЦСКА покажет тот максимум, на что он способен... Будет ничья 0-0. Ну, ничья. Нормальный результат, что ли? Результат, да. Результат будет 0-0, и ничем результата, и буду доволен. Но в любом случае я буду болеть за свою команду и поддерживать ее. И поедем завтра, и будем поддерживать ее на стадионе. Мы бы знали, что не за Манчестером. Позвонил наш телезритель, чтобы не забыли этот вопрос. Позвонил и сказал, насколько хватит ресурса у Гончаренко, как тренера, чтобы что-то противопоставить, уж извините, самому мэтру. Я думаю, что чувство чуда у Кости основано достаточно на том, что английские команды, до некоторой степени, удобные команды. Это да, они дают играть. И они не такие убийцы, как Бавария. То есть они контролят, но они могут ошибиться. Причем ошибиться так, что... То есть моменты у ЦСКА будут, у Спартака будут даже больше, чем у ЦСКА. Мы ЦСКА обыгрывали, да? Да, и с Манчестером на этот играли в ничью. Был 3-3, на 0-0, и с Манчестером 3-3. Это все понятно, это мы все помним. Нет, дома мы выигрывали же, по-моему, у Ливерпуля. Выиграли, ну когда, в 82-м году? Каком 82-м-то? Ладно, в 82-м. Олег, тут смотрят спартаковские болельщики сейчас. И вот немножко не согласны с тобой. Все-таки многие так же, как и Евгений, верят в свою команду, да? Я не против, это СМР. И я думаю, что сегодня, что завтра будет просто аншлаг полный... Не сомневаюсь, не сходя. Это же 12-й групп согласен. Конечно, конечно, ну а как? А так же, может быть, мне придется согласиться после звонка нашего телезрителя. Слушаем, поехали. Еще раз, Юрий Сергеевич. А ты знаешь, Олег, сильными командами, я думаю, что они сами по себе мобилизуют. И Спартак, и Спартак. Это да, конечно. Это всегда так было, есть и, к сожалению, будет. Ну, я просто знаю, когда играют команды, заведомо со слабым соперником. Они ходят пешком. Да, согласен. Выйдет, выйдет. Ну, они просто знают, что они не проиграют прежде всего. Вот. Это вот эта психология каждого игрока, что, ну, господи, ну я же лучше играю, чем Федор, к примеру. Ну. Так как команда с командой. А фельдами... Я знал, что Юрий Сергеевич лучше, чем ты играешь. И еще, у армейцев многое зависит от того, выйдут ли Головин и Фернандес. Вы думаете, я не знаю, как правильно ударение слове Фернандес? Знаю. Да это Олег шутит. Да, я же... Это юмор иногда. Да, мы... Так что, если эти игроки будут, то игра будет совсем другая. А если будет так, как с Динамо, ну тогда и игра будет. Да нет, точно с Динамо такой игры не будет. Динамо Бабкин и Натха и другая игра. Это был договорняк, Юрий Сергеевич. Спасибо, Юрий Сергеевич. Спасибо, Юрий Сергеевич. Давайте еще немножко по Спартаку пройдемся. Мне очень хочется услышать от вас, мои друзья, коллеги, соратники, соболельщики. Эксперты. Эксперты, вообще все кто угодно. Мы понимаем, что уровень Спартака, уровень Спартака сейчас не соизмерим с уровнем Ливерпуля. Да, и вот это замедленное действие, которое сейчас в Спартаке, ну по результатам, да, немножко они не попадают, что называется, в график свой чемпионский прошлогодний. Мы все болельщики. Насколько, на ваш взгляд, мы сегодня готовы всей своей мощной энергии болельщиков поддержать Спартак, чтобы он понесся на ворота Ливерпуля и разгромил эту команду как минимум 16-2? У них, знаешь, еще, Олег, есть прекрасный тренер, который заводит так команду Ливерпуль. Это Юрген Клоп. Юрген Клоп, конечно. И мы увидим завтра еще одного прекрасного тренера. Мауринио. Мауринио, да. То есть, ради этого тоже стоит посмотреть. Я посмотрю, просто Клоп же он живет на поле, его там держат, чтобы он не выскочил. И он заводит действительно игроков. Да, да, да. Все как полагается. Да, да, да. Но там он прыгает, да, когда мячи забивает. Он же, вот как вот, да, сохранить человеку вот эту энергетику, может быть, какую-то детскую даже, да. Но как он радуется забитым мячам, как будто, мне кажется, уж Клоп столько видел забитых мячей в своей профессиональной карьере. Мои соседи, кстати, тоже не дадут соврать, тоже, когда я кричу, не на мысли забиваю, но это редко бывает. Да, давно уже не слышали. Олег, как мы будем относиться? Мне кажется, здесь каждый болельщик своего коллектива будет в любом случае поддерживать со стороны России, да, Европуковых очков, ту или иную команду, выступающую в Еврокубках. Поэтому здесь я буду безумно рад, если даже Спартак сегодня обыграет Ливерпуль. Ну, я думаю, что мы все, мы все сегодня будем рады, если Спартак обыграет Ливерпуль, а завтра будем радоваться, если ЦСКА обыграет Манчестер Юнайтед. Это будет просто праздник какой-то. А сегодня дай зазвониться наш телезритель. Добрый вечер. Добрый вечер, это Анатолий. Хочется сказать, что аншлаг будет, конечно, полный на Спартаке, на ЦСКА, но вы не забывайте, что придут смотреть не Спартак на ЦСКА, а придут смотреть на Манчестер Юнайтед, на Ливерпуль. Это первое. А по поводу Фернандеса или Фернандеса, это решать уже каждому по-своему. Но без него, конечно, будет тяжко. Поэтому счет в обеих встречах будет либо 2-0, либо 1-2, Спартак проиграет. Но ЦСКА, наверное, 0-2 проиграет, и Акинфеев возобновит свою рекордную серию вновь в этом сезоне. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте, у нас осталось буквально пару минут. Давайте вспомним у нас, потому что в четверг еще будут матчи Лиги Европы. Наши команды дома играют со своими соперниками. У «Зенита» будет небольшая проверка на дорогах, что называется. Это «Реал» со съедат испанский, ну и «Локомотив» встречается с командой «Фастаф». Я в прошлой передаче говорил, что за мою футбольно-болельщицкую историю, я даже, честно говоря, не слышал, что это за команда. Сергей даже переспрашивал, это из Чехии команда. Это из Чехии команда, абсолютно точно. Недавно «Фастаф» играл в принципиальную игру с Викторией Плезенье. Думаю, вы-то этот коллектив более-менее знали. Да, Евгений точно знает. 2-1, 2-1 «Фастаф» проиграл, смотрелся более-менее интересно. Атакующий потенциал у команды есть. И в любом случае здесь «Локомотив» должен недооценку любую отбросить. Все-таки «Фастаф» команда по сравнению с «Копенгагеном» и «Шерифом» самая неизвестная в этой квартете. Ну, по крайней мере, отбрасывать и как-то без настроя выходить на эту игру на одной ноге я не считаю правильным. Поэтому, если «Локомотив» и добьется победы, на что я очень рассчитываю, то какого-то крупного исхода лично я не жду. Спасибо. Мнение. «Зенит» – «Реал Сосъедат». «Зенит» размажет на своем шикарном стадионе команду «Реал Сосъедат». Если «Баклама» не прилетит. Или, как говорится, не на того напали. Вот из этой графики, которую мы только что увидели, у меня было стойкое ощущение, что результат игры за «Зенит» есть уверенность больше, чем в «Локомотиве». И вообще «Зенит» уверен в себе, игра есть. Мне нравится «Зенит». «Зенит» выиграет, а «Локомотив» еще посмотрим. Вот такие вот прогнозы, друзья мои. Спасибо. Ну что ж, болеем. Болеем за наши команды. Сегодня мы болеем за «Спартак», завтра за «ЦСКА», а послезавтра за «Зенит» и за «Локомотив», потому что это наши, российские команды. И, как говорится, не шагу назад, впереди нас ждет Лига Чемпионов. Спасибо всем, спасибо, друзья. Всего доброго и болеем за своих. Пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!